В Магнитогорске продолжается реализация проекта «Честная цена», инициатором которого стала партия «Единая Россия». Ее представители предложили взять под контроль реализацию поправок, внесенных в закон об основах регулирования торговой деятельности. Они должны были откорректировать работу федеральных торговых сетей, которые буквально душат в регионах малый и средний бизнес. Для реализации проекта в Магнитке были сформированы рабочие группы, в которые вошли единороссы, молодогвардейцы и ветераны города. Организовав рейды по федеральным торговым сетям, они занялись мониторингом цены, а также подсчетом процента продукции, которая принадлежит местному производителю. Проведенный ранее мониторинг показал наглядно – количество филиалов федеральных торговых сетей давно уже превысило допустимые нормы во многих городах России. Не стало стучением и Магнитогорск. Заезжие сетевики продолжают занимать все новые и новые торговые площади, вынуждая местных производителей активно с ними сотрудничать. Однако взаимовыгодными эти отношения не назовешь. Чтобы войти, допустим, на сетевую компанию, и это было бы во благо потребителя, то поставщика, допустим, товаропроизводителя обязывают снизить свои цены до минимума. В результате заработок с продаж получается значительно меньше трат на производство того же продукта. Крупные производители с этим худо-бедно справляются, а вот более мелких подобные убытки ведут к раздорению. Принятые к закону поправки должны были исправить ситуацию, но проведенный недавно региональный мониторинг показал, что ВОЗ и ныне там. Сетевики продолжают навязывать поставщикам невыгодные условия. Рейды, проведенные в Магнитке, это также подтвердили. Они показали, что из 37 зарегистрированных в городе производителей продуктов питания в сетевых магазинах присутствует всего треть, и цены на часть этой продукции искусственно занижены. По мнению местных поставщиков, все это приведет к тому, что в Магнитке скоро не будет своего молока, хлеба и мяса. Все придется привозить из других регионов. Довольно часто мы делаем все во благо потребителя, в том числе проект называется «Честная цена». Мы забываем, что потребитель-то, он является лишь одной частичкой того самого звена, производитель, поставщик, сетевая компания, потом уже потребитель. И, соответственно, работая над одной ценой, не должны страдать и другие. В Магнитке реализация этого проекта была инициирована депутатом Государственной Думы России Виталием Бахметьевым. На встрече с журналистами он заявил, что на данном этапе важно услышать предложения от местных производителей о том, как можно откорректировать поправки к закону, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество. Все это в дальнейшем поможет подготовить новые законодательные инициативы. После того, как мы проведем мониторинг, после того, как получим обратную связь и предложение, то есть сопоставить все это, я думаю, что мы получим в том числе и здравые идеи, потому что все-таки что нужно поменять в том же самом законе регулирования торговой деятельности в Российской Федерации.